Так, все, через две минуты у вас все появится, ребят, не знаю, что за херня там происходит, и чего, и почему. Тубу один, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это, конечно, хорошо. Тут гелик в старпорт попер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, и твич вроде пошел стабильно Системы работают нормально Будем надеяться, что лучше сейчас будет, пусть стоп-стартер все Короче, и зрители что-то прыгают, количество вообще как-то херня происходит, не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Ну, надеюсь, все нормально будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опа, вот это уже косяк контроля Так, кто заполонили наши ребята? Это, конечно, замечательно, что наши ребята заполонили Осталось только количество в качество превратить просто И будет замечательно тогда, конечно Ну, разменял контрол В итоге рипера все-таки догнал Аверсу убил Ваншар вперед мчит На туретку нет смысла стрелять Сразу после выстрела можно было бы избить, на самом деле Ну, аверсу Банша безинвизная Поэтому от нее толку-то особо и нет Она улетит назад Вычинить-то он ее вычинит А дальше что, непонятно Так, у нас ревен факта с реактором Надеюсь, у нас никаких ревенов нет Здесь стимпак делается контрол Второй барак Так, что-то кого-то размозжили сейчас эти циклоны Аверса Думаю, ну как так выходит? Вроде с тыла зашел, а еще и упустил сейчас Понимаете, я не знаю, как так получается Это еще на одном хп ушел Что за чудеса вообще На виражах ведет тут Аверсу Ну, он правильно, конечно, вниз что стал уходить здесь Ну, один хп от везения Так, что-то много энергии у контрола Он решил просто, что банши могут быть Не выкидывают У Аверсу встретится цех, а рабочих больше У него факта, вторая на лабу Еще факта на реактор Все на лабу получается А нет, это на вторую лабу будет Факта Старпорт на реакторе Здесь викингов, Крою Таверс Теперь Норман 13 Так, Блайз с Арктуром будет играть Так, контрола идет Сейчас к Артуру Блая Пойдем, ребят Артур ждет Блая Тут у нас контакт В центре Пришел контрол Ничего не может здесь убить Пока что Третья цеха Здесь, скорее всего, макро Все перейдет Ребят, Арктур Блая Это, ну, у нас такая топовая Топовая СНГ пара Получается Я сейчас ливну тогда Посмотрю, короче, что здесь происходит Вот Пацанов не предупредил Ну, а где Блай там, интересно Ну, все равно надо смотреть Крчану Может быть, мы могли бы подольше посмотреть Просто не знаю Не, ну, пацаны подождали бы, скорее всего Но тут там, судя по всему, контрола С Аверсом мы бы не успели бы досмотреть хоть как Так, кстати, стрим не переименовал Вон, ни хрена Еще стоит что-то типа FP Уже никакого давно FP нет Веу стримил Не стримил, не собираюсь Я вообще не понимаю, что он здесь делает На этом турнире Если честно Все, зашел Блай, Артур Блай Да, не зря сюда зашел Я, в общем-то, отлично Победитель прошлого глухого СК Получается Это не Бо-3, это Бо-1, кстати говоря У нас жаль, что в такой стадии Ранее попали друг на друга Товарищи Арктура Блай Ну, Арктуру, конечно Можно сказать, немножечко повезло Что было в DreamHack в тот момент И много топовых, кто играет Их как бы не было Но, тем не менее Тем не менее, должны я сказать Что все равно В любое время Гуфу СК выиграть Не просто сейчас Тем более Всегда есть те, кто не едет там на турниры Все, на 1022 человека И даже на Team Liquid вывелось Все это дело Ничего себе Так, озвучка поддержки Как не работала, так и не работает К сожалению В любом случае Всем спасибо Всем спасибо за поддержку, пацаны Большое Вот Это важно Нужно Спасибо Яндуху Короче Не знаю, как этот Гуфу СК сложится Кто здесь из нас Сможет далеко пройти Или нет Посмотрим Ну что, Артур Рибер от СССР выиграет АПМщик Ничего себе, Артур Рибер от СССР АПМщик 380 Молот еще на кнопке активно жмет Что и говорить Облая Опа Смотрите, что тут Блая делает Интересно Интересно То есть это агрессивный достаточно билд Здесь после Рипера Марик заказан На динамический случай Можно овера половить Пошатать немножко Опа Хитрая Блая, а? Какой? Собаку отвел И сейчас будет пытаться Опять рабочую Покусать Но Арктура Видите, разводит Прямо Ну на то, что Просто не строила КСМ-ка Наконец-то Арктур выпилил Собаку Рабочими Здесь реактор Минка То есть Марики будут заказаны Видимо С барака Задержался Сэху немножко Это очевидно Здесь есть несколько Роучи и Реведжеры Идут Это все дело Вперед Минка Какая минка Циклона Надо было заказывать В данных обстоятельствах Бункер не успевает Подстроиться Это очевидно Здесь уже Вон Роучи Почти приперлись Как-то Короче Блая Арктура Решил Сверххалявным Сверхнаглым Билдом Здесь подконтрить А ведь Так Пришел Роучи С удара Просто рабочего Забирается Сейчас Так Фаербулл По аминке Падает Ой Еще Блая Успел демеджу Нанести Это гг Ребята Арктуру Скорее всего Я не знаю Как такую тему Отбивать Сразу Нахер Какая минка Против Реваджера Строится клона Я не палься Вообще Бункер Достроить Не успел Не рассчитал Просто Ничего Реактор Здесь будет Уничтожен Моментально Не Ну все таки Блай Конечно Сейчас он Зеленый Чего и говорить Как-то Артур Здесь Даже если он Отобьется Он демедж Получил Просто Ну Критический Здесь Оправиться Тяжело Будет Это удара Блай Там уже По рабочим Плюс По всем Параметрам Здесь Блай Плюс Ты еще Циклон Как бы Еще Ничего Здесь И даже Не выпьет Реваджеры Они Бьют Очень больно Рипер Пролетел Рипером Вообще Арктур Не контролит Растерялся Не может С агрессией Арктур Сыграть Если ему Дать Магна Он Он Очень Хорошо Играет Против Что-то Нет Опыта Против Такой Как Блай Тима Играет А ведь Многие Сейчас Как Играют Да Сапплай Блок Просто Нереальный Арктура У него Нет Деп Поки Сверху Куда Можно Сапплай Даже Кинуть Несмотря На Что У него Он Энергии Сколько Много Здесь Эссэхи Не Ну ГГ Не Сэконд Как Блай Вообще Юнь Потерял Блай Собаки Потерял Посмотрите Просто На Потери Не Готов Арту Таким Билдам Я бы Даже Сказал Все Просто Нереальный Потерян ГГ Стартура Кроме Собак В итоге Ничего Не Убил Жаль Конечно Ну Жаль Что Вообще На Блая Попал Сейчас Блай Знает То Как СНГ Получится Играть Подстраивается Блай Дальше Пойдет Как Авер С Гоблином Контрол Уже Выиграл Блай С Нам Шаром Сейчас ЗВЗ Будет Играть Уже Будет Риг Кстати Гравлай Будет Играть Самое Интересное А Hellraiser Возможно С кассом Будет Биться Сейчас Из Каска Блючиза Выпилит Вот Что Еще В чем Вопрос Выпилит Легка Блючиза Не Боим Где Hellraiser У меня был Где-то Hellraiser На самом деле Не 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 Знаю Входимо Дорожки Продолжение следует... 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 по центру движение идет, то есть вроде лимит равный, и грейды практически равны, то есть 2-2 сейчас на 2-2, сейчас правда 3-3 упрутся раньше из-за бустов будет, но здесь-то голая би, у фулрейзеров, знаете, какой микс, у него просто жесть, и архоны и иммортал есть там один, и гвардиан шилды, и колоссов три штуки, и шторм у него есть, и все у него есть, он уже на вторую заходит здесь дропы с 5 медилаков да, в разминках шатеран может идти пытаться здесь, но как же быстро убивают, он там все, так, здесь армой пошли побил, юня там сейчас не слабая так, нужно зайти под либератора, кстати, одного спилил, сейчас второй выжил, минки тут есть, между прочим, у оппонента коллрейзера, нужно принимать бой, сейчас на планетарке разведет коллрейзера, ничего себе сейчас планетарка, хорошо, хорошие лд не вычинить, планетарка в итоге либератора надо бы забрать но он никого не атакует, поэтому его никто из просто не атакует, приоритета нет на него, 153-113 по лимиту, но вторую надо идти на мейн, тут здесь ццехи везде живые на самом деле опа, слив какие вопросы задает, решил под пуш играть? так эгэпичок у нас, сейчас жеблая играл с такой под пуш Такс Так, сейчас мы Субтитры делал DimaTorzok Такс 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 Так, ну что? Такс 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 Так Ну что? Артем говорит, что там все еще в банке работает, короче Ну вот Ну вот Так 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 Блай на GoFoSK в плей-оффе это всегда стандарт, тут в прошлое воскресенье, получается, Артур выиграл, но я стримил DreamHack Valencia, где многие конкуренты его по GoFoSK, собственно говоря, и бились, поэтому он, получается, отчасти и втащил из-за этого, но все равно, как я и говорил, уже GoFoSK выиграть очень непросто, даже когда вот так вот вообще. Так, короче, Аверс реагирует, а вот Фурия, блядь, чё я говорю, Аверс рекламирует вообще, вот. Так, чё. Ребята, короче, не знаю, ошиблась там, это админ, вроде девушка даже спрашивает, наверное. Короче, ребят, не дал договорить мне. Короче говоря, в районе 2 июля будет шоу-матч Аверс против Hellraiser, не знаю, сколько у них там, Бо-7 или Бо-9 или чё там, как бы, по этим всем делам, по матчапу будет. Ну, цель собрать, короче, средства на поездку на DreamHack Valencia, я не знаю, что, конечно, из этого получится. На самом деле, я уже говорил, что хотелось бы, чтобы Hellraiser вот как раз ездил на эти турниры, потому что у него очень такой неплохой уровень сейчас, ему нужно бы, на самом деле бы, опыт в, ну, в лан-турнирах, получается. Аверс вот уже сам ездит, ну, как бы, это не дешёвое удовольствие. Артур вроде как бы тоже собирался в Valencia, не знаю, как в Strange там они собирались, вроде как, на Union Champion, ну, чё в итоге выйдет, я хрен знаю. Надеюсь, на Valencia поедут многие, просто там Испания, как бы, и... Правда, там у Испании, как бы, знаете, расслабляющая атмосфера есть, есть собланс не пойти где-нибудь на пляже, там, задинамить всё, как бы, ну, как-то так. Оракул ждёт указаний. Разработка завершена. Я здесь, среди. Так, короче, ребят, отвлёкся на секунду, отбился здесь от всего Hellraiser, но, погодите, а когда он оракулу-то успел слить, вот кто оракулул, ещё, ну, понятное дело, прилетел оракулу, Минка его убила, но Hellraiser, он чисто подстройку под Аверса делает, и это для меня абсолютно очевидный момент. Почему? Да потому что, во-первых, он Nexus 1 играл, во-вторых, он, ну, против Reaper, а Nexus 1, через Крюл Аверса, типа, постоянно открывается, на самом деле, рискованный достаточный вариант. Ну, вот такая сверхранняя третья база, это точно под Мехтирана расчёт. Если вы, соответственно, как бы, играете с Мехтираном, третья база ранее, это то, что вам нужно. Единственное, вот я бы на месте Hellraiser ещё, что бы здесь добавил, где-то вот здесь, вот под Никусом, или здесь одну фотоночку, чтобы Mother Core, как бы, не два направления должен был бы перекрыть один, а хотя бы одно было перестраховано, потому что сюда, допустим, чуть подальше повесил, здесь Топилона 3, как бы, здесь можно легко, там, 2-3 Аверчажа поставил, что там халбат выбить. Ну, а это там, чтобы, как бы, фотонка была, а то вдруг там два, ну, с двух сторон будет атака, или, как-то, ты затупишь немножечко, вот, на такой стадии. Ну, видите, как бы, это уже не агрессивно, а минус Талкер, я думал, халбат, а у него и блинка нет, я думал, сейчас отблинкнется, а блинка-то нет. Это было физически невозможно, 70 пробок уже и! А вот это уже интересно, то есть, либо темписты, либо каррера, ну, на такой ранней стадии можно темпистов добавлять в лёгкую, на самом деле, почему? Потому что, ну, тут не будет масс-витингов, точно, у тиранов. Во-первых, экономика, видите, 49 еще, ксм, кстати, посмотрим добыча. Ну, за счет мулов, конечно же, добыча здесь примерно даже равна, вот, но сейчас 4-ая никска раскачается, просто плюс и по газу будет, и по всему-то. Просто можно 300 гейта, темписты, и получается скрипт массу создать, там, быстро 6-9 темпистов, плюс земля, там, сталкер с блинком, ну, там, и еще что-то, и просто давить ими стараться. Вот есть, да, и с другой, при таком же, с таким же успехом, правда, можно и в каррера выйти, да, как бы, но карреры, понимаете, они кайтятся викингами, они, ну, то есть, у них ранжа такого нет, темписты, они висят над армией твоей, бомбят, а карреры это уже непосредственное соприкосновение, как будто ты такая ломишься лоб в лоб получается. Так, здесь у нас, вот-вот-вот, минкель, это, здесь, здесь-то потомки, молодец, хеллрейзер строят, а здесь, а здесь так и нет. А не, вот, фотонки добавляют, да, а на дальний здесь, здесь, ай, сейчас бомбанет, как хорошо, 5 рабочек, ну, ладно, это еще, на самом деле, не супер хорошо. Темписты первые уже вперед, блин, ничего себе, хеллрейзер, ну, я имел в виду что-то такое, но не первыми, двумя сразу вперед лететь, хеллрейзер здесь вообще, как бы, с фотонками какие-то блоки делает, прям вообще, ну, это, не, ну, вот это интересная идея, все правильно, но нужно, так, нужно, во-первых, дозаказать рабочих еще некоторое количество, ну, не 70, до 80 можно смело доводить, на самом деле, и продолжать темписты отклипать. Так, сканит Аверс, видит флитбикон, опа, пошло выпиливание фотонок, а что сталкеры-то не помогают? Дефенс-дрон заспустили, дефенс-дрон быстро сейчас погибнет, на самом деле, точнее, он кончится, потому что здесь много сталкеров, много всего, темписты надо прикрыть, отвести немножечко назад, что, собственно говоря, хеллрейзеры делают, здесь фотонок минусуются. Сталкерами от Влинку, что надо оттанчивать, что хеллрейзер успешно сделал, но циклоны сейчас будут выпиливать темпистонок, кстати говоря, вот демиджинал сразу Аверс китрюгу захватил, ну, правильно, как вы еще захватываете? Еще два летят, четыре сейчас будут, так, сталкеры за танчиками гонятся, можно, кстати говоря, два вот этих забрать, там дамаженое очень жестко. Ревиленчики есть, ревиленчики есть, и это хорошо. Ну, тяжело Аверсу будет отбить, несмотря на то, что он по два викинга строит, темписты, четыре темписты, кстати, ваншот викингов. Буду знать теперь, что четыре темписты, ваншот викингов, потому что сам даже не знал я этого всего. Все, викингов не остается, о, как минусы плотненький сейчас. Бомбанули. Так, Твор там, циклоны, все это бомбится нафиг, либератор здесь есть один. Либератора надо выбить, но больше всего демиджа, по-моему, Тор наносит. Он там нормально сейчас высаживается своим по 55 урона вообще, по воздушным целям. Еще три темписты добавлять, вторая атака делается. Вот Аверс, мало того, что Аверс отбивается, так он еще и по экономике практически вровень идет. Ну, земли нет адекватной, то есть здесь нужны не сталкеры, ну, с одной стороны, сталкеры, они подошли, ушли, то есть можно темпистами расстреливать, а сталкерами там выдерживать, в общем-то, расстояние, как-то, и когда нужно агрессивно, блин, то ска нужно уйти, но с другой стороны, против темп, вот вместе с темпистами, мне кажется, значительно лучше подошли тут кинзилки, архоны, плюс там пара и морков, так как на самом деле, ой-ой-ой, ой-ой-ой, минки больно делают, сталкеры ценой своей жизни просто. Отманивают юнитов, на самом деле, тиранов всех, темпистами тут выбивают келлрейдер викингов. Вот, кстати, минки против вот этого воздуха, крайне немобильного Проксовского, это, на самом деле, очень интересная такая идея, интересно, они работают. Только вот темписты куда полетели, прям на мины, три мины, бабах, сейчас... Ай-яй-яй, как больно притворит. Хор один, кстати, грязь, неправильная атака здесь. Кончаются эти... Так, минки еще ближе к перекапыванию. Надо выбивать минки. Стараться. Темписты новые полетят. О, какие-то карреры модные у Холл Рейзера, что такие за модные карреры? Какой-то скин у них новый, смотри. Вроде темпистов минки почему работают? У них нет интерцепторов, по которым они могут ударить. Ай-яй-яй, как плотненько прилетает. Просто минками темпистов, Контридж. Что за дела вообще? По пять карреров, какие-то гурцы вообще маринованные. Что это такое вообще? Давайте сейчас пак вылетит. Мне даже интересно, как они выглядят. А то Холл Рейзер ему весь апгрейд. Там, Талкеры, Хипоу и Карреры. Деньги на DreamHack промотал на скины для Blizzard. Ладно, шучу. На самом деле они стоят, фигня как бы. Как я и говорил, как по мне, они должны выбиваться как-то скины. Ну, тоже как бы для таких прогеймеров. 4dmc плюс один только маршрут. Кстати, красивые Карреры-то, смотрите. Мне нравится, как они выглядят. Реально прикольные. Такие за... Прям вот как инопланетные, да, такие... Действительно. Технологии. Так, здесь сталкеры у нас бьют тут. Минки есть? Викингов что-то много? Да нет, там минок сколько просто. Где потонки, где что-то, что-нибудь. Контрите-то обнаруживают сталкеры агрессивно. Блин, как... Нет, так-то не надо. И как Аверс умудряется вот так вообще, я не знаю. Забамп... Сейчас Карреров просто закатит вообще тут Аверс. Чертяга. А есть вообще этот... Так, кстати, и красиво как интерцепторы летать. Не, вот эти Карреры определенно прикольные. Так, ну надо убивать викингов. Убивают всех викингов. Взрывают с каким-то красным дерьмом они на самом деле. Еще пять строится, четыре есть. Ай-яй, ай-яй, минки сейчас бомбанут по рабочим. Все, бомбанули, можно атаковать. Не, лаверс добил, не, кто-то уходит. Не, вот этот скин прикольный. Наверное, самые... Самые красивые из всех юнитов пока что сделаны. И интерцепторы необычные, и Карреры необычные. То есть все взрываются они необычно. Все, короче, необычно. Мазершип готов. Ну, пора биться. Смотрите, Карреры. Был рейзер. Чего вы боитесь-то? Да иди вперед, Кискофер, на этих викингов. Пусть интерцепторы-то все вылетают. Дерется-то часть только. Ё-моё. Так, фугу Карреры. Восемь, эс-четыре, двенадцать. Сейчас будет три атаки. Чуть броню. Почему броню не делает, воздушная? Сейчас интересно. Ну, пошла атака на верст. Он фокусит, Киржикайров. Офигеть, там интерцепторы по сторонам разваливают. Смотрите, красиво. Блин, вот... Нет, со скинами давно надо было это все делать. Но, опять же, не только чтобы просто покупать можно было. Так, ну-то... Такие интерцепторы необычные, я бы сказал. Ну, чем-то будет. Тут сложно их увидеть, они быстрые. Тут Торы пришли сверху. Еще два Каррера готовы. Топль девять. Сейчас еще пять строится. Четырнадцать будет в перспективе. Здесь какие-то полуармадные темы. Так, вылезает Каррер. Куда он полез? Тае-моё. Скоро распотрошили вообще. Да не надо, пусть отрегенится. Блин, е-мое. Здесь сделки с Коррами. Боль принимают. Здесь сделки с двумя атаками. Нормально. Скоро. Торшепторы вылетели. Выбрали. Так, десять и пять. Пятнаха будет Каррера скоро. Так, сразу будет тут минки сейчас. Интересно у нас. Хеллрайзер. Все, тринадцать Каррер, два строятся. Ну, тринадцать это уже надо, наверное, вперед идти. Двести на сто двадцать шесть. Перемакрил все-таки Аверса. Там батлы пытаются у нас. И батлы-то уже поздно батлы. Один, тем более, баток. Е-мое. Как минки раздалбливаются. Вот они, перцепторы. Вообще, как-то нихрена непонятно. Красная хрень эта летает. Все взрывается. Г-г, пищит Аверс. Ну, Карреры развалили, конечно. Скин красивый. Мне вот Карреров нравится скин, конечно. Мой любимый юнит был в первом в StarCraft еще. Аверс dice Аверс. Субтитры сделал DimaTorzok Такс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Субтитры сделал DimaTorzok Так, рекламу надо фильнуть Филью рекламу, ребят, помните про отблоки На премиум подписывайтесь Ну и поддерживайте, конечно, канал, естественно Естественно Всем за это спасибо Спасибо Игра приостановлена Игра 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 возобновлена Игра Игра Так Ну что, ребят Кибернетку забыл Кто кибернетку забыл Мне вроде никто не забыл Факта у Аверса Смотрите, прокси Какой-то чизочек здесь попёр Но с одного газа Это чизочек дроп мин Походу Дело просто Да, потому что иначе Или нет А, да Ну вы видите Какой Дроп это мин Вот это да Где-то мы это видели уже Где же мы это видели По-моему Инновацион Да Так Так Медилаг заказан А здесь что Минки будут Одна минка делается Так Робот Вайлайт Плюс два гейтач Су Холл Рейзера Делается Ну то есть Вот этот билд Решает то Что Аверс играет Против чего Конечно же Он решает Против Старгейта Против вот того Что делает Холл Рейзер Может быть Минки что-то и убьют Но Против Старгейта Это вообще разрывает Потому что Обнаружения С Ревелэйшном Не хватит Тупо А здесь уже Афсерверы есть То есть Это ну Получается Это же не полный Провал в этой игре Но Не очень хороший Расплат В общем-то Так Здесь Аверсминка На рампе Поставил Получается Но В любом случае Может быть Неожиданный врыв В какой-то момент И Не факт Что успеешь За контроль Так Здесь Минка За мейн Прилет Мазеркором Втанчил Здесь Чтобы по нему Стрельнула Минка Ну Он остался Без полей Следующий удар Его снесет Вообще Еще и улетел Минка В этой гаверс А здесь еще А Погодите Передумал Минки Кажется Делать Сейчас Вот еще Одна минка Прилетела Вне закопанном Состоянии Держится Получается Чтобы Давыч Не было Еще одну Минку Вкопал Хеллрейзер Понял Что это Новый Отвел Пробок Молодец Везде Приходит Сходить Ну Здесь еще Пробок Убил Наверста Конечно Ну Тут Харасит Напряжно Конечно Хеллрейзеру Отбиваться Тем более Сейчас Вот если Гелич Имею Еще В ближайшее Время Видите Пчук Гелик А где Два Второй Один А вот Второй Что-то Застрял Вон Либератор Это конечно Очень Интересно Сейчас Минка Запулдаунится Кстати На Мэйне А Апсержер Где Вообще Он Далеки Где-то Летает В это Время Либератор На Второй Баф Минус Мазеркур Еще Я сплэшом Работчик Либератора Приходит Отбивать Сталкер Уже С блинком Хорошо Про блинк Луса Минус Нул Либератора В это Время Три Минки Еще Пытает Попытка Дропнуть Идет Три Миночки Ну Здесь С адептами Тяжело Будет Дропнуть А на Мэйне Где Либератор Вот Они Ой Прости Либератор Мазеркура Нет Вообще В легкую По-моему Плюс Можно Отвлечь Как бы Геликами Заехать Еще Так А медивак Где Вообще Один Дома И тут Дома Улетает Сталкер На рампе Один Отдался 47-40 По-рабочим Опа На Чусе От Аверса Био Ёма Что Происходит Вообще Сегодня День Какой Аверс И Био Это Несовместимые Понятия Практически Так Либератор Пролетел Чуть Разложился Пиу Пиу 7 Пробок Минуснулось Больше По Либертор Вопрос Как Тут Аверс Био Законтролит Пока Открытый Конечно Своё Медиваки Прямо В проксе Старпорте Строятся Щиты Стим Плюс Один Все Делается Треть Цеха Доделывается Либертор Больше Еще Два Барака Заказано Скан Там Что-то Минуснул А В сервер Залетает Хеллрайзер Наверное Немножечко В шоке Сейчас Гавидит От Аверс Абью Сюрприз Грит Аверс Действительно Сюрприз Либераторов Медиваков Надо Больше Делать Ну и Выход Под Вот Эти Грейды Надо Выход Делать Естественно Сейчас Тирану Потому что Что ждать Орбиталка Прямо На Треть Поперла Точка Сбора Бараков Что-то Тавер Затупил Зачем Сюда Точку Сбора Поставил Абсолютно Непонятно Надо Зайти Камни Пробить Я не вижу С этой Стороны Тоже Надо Камни Пробивать Через Куский Проход Лезть Зато Подвесить Энергию Медиваков Стимит Савер Заходит На ХГ Прям Сразу Есть Блабилона Они моментально Будут Снесены Так Агрессивный Подблинк Минка Бомбанула Надо Гвардиан Отрубать Сейчас Аверс Видит Что там Гвардиан Надо Срубать Ну Видит Он И Срубает Похоже Это 1-1 Ребята Что Тебя Может Аверсу Вообще Би его Почаще Играть Так В гумиху Превратиться СНГ 1-1 Ребята 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 Продолжение следует... 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 Так, ревелэнчик по танчикам пошел. Аверс куда-то подорваться решил здесь. Ну тут танки, либераторы, пара викингов. То есть он понимает, просто пока не много боевого лимита. Нужно как-то активничать. Пытается Аверс. Заактивничать. Так, линк вниз попер. Ну. Хеллрейзер сдерживает наступление Аверса. Хорошо здесь от Блинкунсу. Ну, кстати, прилетело неслабо здесь. Сталкеров большинство выжило, но посмотрите, только дэм уже не залетел. Не, ну похоже, Хеллрейзер контролирует эту игру. И тут только сталкерами он может отбиться. Не говоря о том, что у него я в адепта свитч. Я не знаю, почему в адепту, там не в чарж какой-нибудь с архонами. Так, Мазеркор прилетел. ТП домой надо... Упа. Сейчас Хеллрейзер порезил. ТП домой не сделал. Ничего не сделал. Здесь четвертый никс. У нас Эморфла добавляется. Нужно что-то перед сталкерами, чтобы затанковать. Что это будет там, я не знаю. Так, по кускам сталкера блинку. Минки выманил здесь Хеллрайзер, но часть стрельнул все-таки по сталкерам. ГГ Аверс тем не менее пишет, что упасовый куш был. Слишком начало Аверс сильно проиграл. И Хеллрайзер в полуфинал попадает, то оппонент его пока непонятно, потому что и нет оппонента еще здесь в сетке. Джеральд с Рейнером бьется. Глая уже стру начала, я так понял. Сейчас поляк глянул, потому что Джеральд единственный поляк, который здесь есть у нас. Ни хрена, а что-то. Никто не стримит, Вардия не вел. Так, Джеральд, кстати, ведет Рейнер. Давайте посмотрим. В этой игре что-то не очень хорошо. Дела обстоят и смотрю. Хотя с другой стороны Эмморталов много всего, здесь много. Труни кореец, он американское происхождение. Тем не менее, он в Корее много играл. Вот. И вообще он кореецкий, американский кореец сейчас он. 19 минут уже в Арде в игре. Можно успеть прыгнуть сюда, если здесь сравняется счет. Попытаться. Так, Днексус отменяет в очередной раз. Против грудок надо воздух какой-то делать. Просто у него вообще, по-моему, землей здесь драться вообще не вариант, ребят. Медленного овера, которого просто не сбивает Джеральд, почему-то. Как сделки пошли. Собак поймал там часть. Я не понимаю, как против грудок собирается Джеральд биться здесь. Ему никак их лоб не убить без воздуха будет. Потому что тут критмассу уже копит. Рейнер тут грудокс тоже со скинами с ними. Ну и чего? Ну и что это? Как штормы идут? Я проверяю. 21 минуту. Игра все еще идет. Фродс умудряется вообще практически без антивоздуха. С иммортлами штормами на брудок ломится, блин. И даже успешно достаточно это делают. Там 10 инфестров вообще. 12, 27, кто-то... Ё-моё. 28 рабочих одним вкатыванием Бэйнов просто. Так. Похоже здесь будет еще одна катка. Да, 140, 8, 9. Я вижу, что... Опа. Прыгаю к Ларде сейчас. Отлично. Сюда запрыгнул. Успел. То есть мы посмотрим сейчас оппонентов, как играют оппоненты Хеллрейзера. Ну и если, например, выиграет Рейнер, ему самому полезно было бы это смотреть. Потому что ПВП здесь, конечно, ну не ПВП. Ему надо знать самому, как там Джеральд играет. Как, наверное, стандартно он играет. А вот ПВП вот оно идет. Рейнер. Ну я думаю, что Рейнер знает как Рейнер. Оооо, невральчики здесь хорошо заходят. Собаки там все сгрызли. Ну здесь все понятно, ребят. Надеюсь, у нас игра начинается. Время. 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 Продолжение следует... 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 Не козырной Совсем Две архона минус Не зеста Да и зеста сейчас какой-то А это даже и не зеста Совсем Потерял двух архонов Так, здесь дарк Хровак рубит, но он не успеет всех зарубить Для того, как некто спадет Отмена будет? Будет отмена Хорошо, хоть отменил Если бы сейчас призма вторая была Жила бы, то У Бродса даже потенциал для пуша Был бы, потому что 4 архона Плюс 5 адепп, 4 зелка Иммортал Сейчас второй будет, иммортал Синтри пошли Можно было бы, можно было бы пушить Но потерял Призму с двумя архонами Хотя вроде как увел, но королева пил-пил Три удара добила Сколько геетов 6 здесь плюс 2, 8 Геетов Сзади в стенку встают Это опасно, кстати Здесь Рейнер базы берет Должен я вам сказать А Дептон зачем-то решил Джеральд отдать Типа они бесполезны уже Зачем Загадка для меня Каждый юнит полезен Потому что здесь до 200 еще очень далеко И Ничего хорошего вообще У Бродса сейчас не происходит Ну И Рейнер пока сидит Но у Рейнера второй куготь У Бродса, знаете Паржа у него вообще есть Нет паржи Ну это будет пуш значит Ну что это такой за пуш-то Чудо-юдо вообще пуш А, второй робот Может и не пуш Второй робот Но грейды не делаются Это безусловная ошибка Сейчас со стороны Бродса То есть он Ни то что не утиливается Он отстает с Радзергом На перспективе Здесь и Когача Сейчас и рейнжовую Возможно Рейнер будет Тут и Гидра И Покатут И нет Сейчас тут как-то это Роучи в краем Оприходовали очень быстро Ну конечно Три Зилка А Зилок один на один То Роучи убьет Ну Как айти Ты Роучи Много на много Особенно на Крипе Вообще Фланзят Кога Конечно Разрывают Так Здесь три Дарка Стоит Контроль Джеральд Куда ты пошел Идет Не видит Ни хренала С контролем Ушел Вроде как Молодец Но Оверсер прилетел И Нет Не стал Догонять Дарк Нормально Короче Дарк Так Дарки ушли По 2 аморту Он строит Все вроде нормально Но Вот Вот это Где что Вот Почему Его не было Сейчас Уже 2 Надо ставить То поздно 2 уже Он на 1 Ставит Ничего Вообще Не делал Это Так 10 Четвертый Нейксус Держал Отбил В то время Делки Забегают 3 аморту Плюс Делки Встречают Ничего Не сделать Вообще Здесь Вот Так Забегал Сейчас Рейнард 2 филда Тут Пол Роучи Можно было Забрать Просто Так В это время Гидра Наверх Приходит Плюс Бэйнер Шторм Есть Шторм Кстати Есть Уже Пошло Пару Штормов И что-то Не помогают Зерги Пару Когтей Вообще Зергу Гидру Растоптали Вообще В хлам Архоны Просто сами Все куда-то Бегут Да Не бегут Непонятно Ну и Просто Линга Бэйлингов Здесь Немного Гидралиски Такие шнулевые Как и Професс Армия В чем Форжу Добавил Вообще Форжи Ничего не Делает Бэйлинги Закатываются Филды Вроде Поставил Оказались Кривыми Сбоку Право Сделки Пришли Потоптали Все 162 Роуч Просачивается Ко второй Базе Начинает Робот Джеральд Рейнер Шатать Джеральду Довар Зелков И Морфл Плюс Есть уже Ну и Морфл Похоже Отфокусить Нет А Зелков Сколько рядом Ничего тут Не отфокусить Вообще Отошел Джеральд Назад Что-то В теме Какой ПМ На данный Момент 214 Как и Был Примерно Черт И Нексус Есть Вообще Ничем Не прикрыт Че армию Сюда Привел Спрашивается Так Там Бро Роуч Идет Четвертый Мин Просто Просто Стоял Стоял Че-то И отдал Вообще Не Ну если Джеральд Тут С такой Игрой Как бы Еще И вровень Бьется То Ховрайзер Должен Нормально С Рейнером Сыграть Я думаю Вообще Джеральд Ничего Не демонстрирует Здесь Такого Где Можешь Был Скать Вот Молодец Круто Играет Доделайте Так Вообще Ой Штармы Никита А Энергии Не было Нет Здесь Не мог Штармы Кинуть Я извиняюсь По Семидесятке Там Была Энергия Ну Ну Все В общем Джеральд Бегал Бегал И проиграл Просто На ровном месте Семидесятке Так, ну забегание, роуч все Постоянно роуч уже в направлении забегает Все-таки забежали успешно КГВП Калрейза против Джеральда Сейчас будет матч у нас в полуфинал Так, зачем полсу грейды? Ну зачем тирану грейды? Про зергу точнее, тирану Все равно имба Артемчик сливон говорил Который сегодня писал А зергу вообще не нужно Они вообще просто имбовые вообще Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, ждем Хеллрайзера Против этого зерга Один на один лай просто красавец Ну что ж, лечится на какой-то вроде Выслушая наоборот сон и всех приветствую Ребят, помните про отблоки С просьбы отключать Подписывайте на премиум Поддерживайте обязательно По реквизиту в описании через плеер Всем за это громадное спасибо Мы смотрим гуф войска номер 678 И 687 точнее Прошу прощения Ну и полуфинал В одном полуфинале Блай бьется струс Корейским зергом Корейским американским Корейско-американским 1-1 там счет А сейчас Хеллрайзер Саверсом будет Саверсом будет Саверсом будет Ну и будем надеяться Что Блай выиграет там еще Саверсом будет Саверсом будет Саверсом будет Так можно кстати переименовать стрим Блай прошел Блай то есть в финале Красавец Блай Ну если будет СНГ финал Так это вообще будет Крутейшая тема На самом деле Саверсом будет Продолжение следует... 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 Всё в порядке. Ну что, один адептик погиб. Ну, Грона три линга выпилил, короче, грязь. Хеллрейзер всеми этими юнитами. Старгейт, три гейта, играет в третий никс. Саракума мэйня, но тут спорка есть и королева. Всё в порядке. Всё в порядке. Адептики всё новые и новые добавлю. Феникс пошёл. Ну, Феникс, да, он таких шальных ховеров всяких будет принимать. Сейчас это хорошо. Наши войска атакованы. Так, прилетает овер. Ну, третий никс видит. Конечно же, здесь Рейнер. Ну, а что он может сделать с третьим никсом? Пока ничего. Здесь стенка у Хеллрейзера. Два апеллона. Здесь с гейтами потом в перспективе. Просто пять гейтов сюда впиливается. Здесь, например, ну, пять опасных, конечно, можно. Хотя бы, там, я не знаю, три запилить уже лучше будет. Может, пилоны так оставить. Но пилоны уязвимы, конечно, достаточно. Кинт такая. Ну, вот, посмотрите, отдача идёт от Хеллрейзера. Опа! Хороший стазис зашёл здесь. Ничего не скажешь. Посмотрите, сколько дронов заблочено просто. Сразу же инканзерга упал ниже процессовского. Потому что не работает тут целых, я не знаю. Шестнадцать почти дронов, я там ещё, который работает. Я ещё и обвёл случайно, но... Всё равно. Да, вот гейты здесь пошли. Заказан плюс один грейт. А есть ли твай... Опа! А что с файлайтом-то было? Я не понял, какой. Твайлайт забыл просто с Хеллрейзера заказать. Призма делается, что долго-то тогда вот стоило. Тогда здесь... Ну, даже четырьмя гейтами, да, можно закрыть. Всё, и пятый пошёл. Стеночка здесь хорошая. Просто твайлайта нет, и нет глеф, нет чаржа, ничего нет. Но можно сделать и не глеф, и можно там с твайлайта чарж уходить сразу там в шторм какой-нибудь, я не знаю. Мне кажется, что хеллрейзер сейчас твайлайта забыл построить. А здесь гидра... Так. Это гидра линга пуш. Это сверх агрессивный, кстати, билд, ребят, должен я вам сказать, в чём его суть, этого билда. В том, что пушатся гидрой просто всё очень жёстко. Чарж бустится сотку секунд, делается. Это 70, но зерк ещё и пораньше закал. Ну, чарж нагонит по временем, безусловно, даже перегонит гидре грейд этот. Но всё равно дольше делается, до чаржа нужно дожить ещё. И до архончиков будет хеллрейзеру здесь. А ведь пуш будет здесь очень-очень опасный. Без бэйнов это пуш. Всё, да, делается грейд плюс один, там плюс два делается у хеллрейзера. С феникс выпиливают оверсира и выпиливают сейчас очень скоро его. Всё, минус оверсир, шторм пошёл. До шторма дожить очень сложно будет хеллрейзер, должен я заметить. Пилоны. Так, соплай блок очень не в тему, очень не вовремя. 40 секунд до чаржа. Здесь у нас так, видишь, чарж бустится вообще. Ни хрена чарж не бустится, это очень плохо. Иллюзия летит, видит хеллрейзер, что здесь происходит. Пилоны хотя бы надо отменять, они вообще надо... Ой, сейчас соплай блок-то в куллрейзера будет дичь просто. Пилды пошли. Нужен оверчарж сюда на два. На оба пилона нужен оверчарж на самом деле. Так, пилон по гидре бомбит. Одного гидральзера сейчас застрелил. Ещё один оверчарж выставляет. Смазеркор вообще хрен пойми, куда полетел. Плюс ещё пилоны. Соплай блок нереальный, тысяча ресурсов здесь. Зелки забегают с другого направления, там на четвёртую базу. Здесь филдов нет, ни хрена нет. Зелки под ударом. Архонов можно было бы слить, архоны не слиты. Антиштурмовика вообще убивают сейчас рейнер. Приятного мало. Добавар зелков идёт, оверчарж выставляется. Зелки вовремя наварпались. Вовремя здесь и четыре филд забежало, сдерживая прирост зерговский. Тут мазеркор минус. Оракулов давайте, повыпиливая сейчас рейнер, говнопушим этим. Ну и за соплай блока в итоге хеллрейзер просто просел на... Ооо, сор, там двадцать пять гидральзеров. Нет, здесь нереал какой-то. Мишторма не отбится. Хороший тайминг от рейнера. Хорошее исполнение. Как-то здесь что-то да. Это если б не соплай блока, а соплай блока привело в то, что здесь три пилона было на этой базе, которых атакой-то этой рейнер просто взял и выпилил. В итоге просто по кускам армия варпится, по кускам убивается. Плюс можно было, естественно, архонов выходу иметь. ГГ, ребята, к сожалению, 0-1. Неприятно. Ну а че делать? Ну в финале уже есть бла и... Как бы без СНГ финал не будет. Так, ну ждем Хелл Рейзера. Так, ну ждем. Так, ну все, поехали, ребят. СНГ… Продолжение следует... Как... Продолжение следует... 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 здесь все юниты, раучи отдаются, архоны новые сливаются, все прекрасно здесь вообще. Так, ну что же, по аллее 3 генели по 150 уже, братва, здесь архонная. Архона, братва, так, королева под ударом, к рептумору с флэшом тоже тут прилетает, филд есть, филды есть, пару штук, зелков спасло это, архона 3 живых и полностью здоровых, вылечили сток из санатория, готовы разваливать, сейчас кабину дали, поля за регенли, зелков до варп, ребята, 1-1, ГГ пишет, рейнер, хорош хеллрейдер вообще. Так. Ну что же, в шестнадцатом году, значит, турнир просто не включен, наверное, про ГОФСК там в эти матчи, мне почти так кажется. Ну что, хорошо, хеллрейдер, жду, у вас, вышел. Да, конечно, на самом деле было после отмены нексуса, но в тему зашло против билда вот этого вот, рейнеровского получается. Так, варди, хостит сейчас. Человек, не буду спорить, может быть, я с чем-то и перепутал. Ну и надеюсь, по финалу не будем мы еще раз это выяснять, потому что хеллрейдер 1-1, и лучше смотреть ПВЗ, чем... ЗВЗ это очевидно, да, как бы? Ну что, поехали. ЗВЗ это очевидно. Ну что, 1-1, и секвенсор карта у нас следующая. Мне кажется, хеллрейдер решил поставить нексус первой. Здорово, хил, здорово, Сань. Эчты. Похоже, что да. Тебе лучше знать, проиграл ты или нет, ну, может, и лучше знать, но просто... У тебя обычно, по твоим словам, у тебя обычной ошибок нет, как бы, ну и там... И т.д. и т.д. Вот, значит, я, может быть, просто кого-то побуду. Ну что, у нас здесь 17-я хата, газпул, то же самое. Здесь нексус первая от хеллрейдер. Правильно, решающая карта не будет рисковать рейнер. Хеллрейдер. Я бы искал бы нексус первой с слишком большим риском, но слепой нексус против зерга, на самом деле, это риск. Почему? Даже не слепой, то есть ты идешь разведывать, как бы, туда сразу после пилона. Все равно можно там не успеть, как бы, отбить. Тем более, здесь рампы нет, здесь стенку. Ну, хотя стенку здесь из трех зданий можно сделать. Но ранний пул с мулом, допустим, да, как бы, это может законтрить флам. Даже ранний пул без мулу. Но как тот, так и другой билд, это тоже риск для зерга, получается. То есть разведать-то он не успеет овером точно до этого момента. И даже рабочему он не успеет к моменту необходимости постановки пула, да, и газа. Но, с другой стороны, может он и макрозер перейти с этого, но тоже отставание будет определенное. Короче, хеллрайзер. Так, здесь на пилон еще как-то ставить. Видим, жилка тут слишком широк проход на зилка. Не понял. Полный блок сейчас пошел от хеллрайзера. Зачем ему полный блок рампы? Ну, очевидно, потому что он третий некстус очень рано хочет поставить. Вот здесь вот оракула делает. В перспективе будут выбиты камни, получается. Так, овер готов залетать. Будут выбиты камни, и здесь будет пилон, можно поставить, как бы, и стенку идут. Да, третий некстус пошел. Но надо сбивать таких оверов вообще. Так, Юр. Что, Блай, там транслит, там-то пишет. Он же писал по-русски всегда. Почему там транслитная какая-то тема происходит? Так, пять пилончика вижу. Ну, доделывается вар, плюс газы пошли. Здесь у нас оракул прилетел, ничего не сделал вообще. Непонятно пока, во что Офел Рейзер собирается играть здесь. Вот очередной раз оверзали. Это второй оракул. Нет, оракул-то это хорошо второй, но... Проблема в том, что этот уже задемеджился, и хотелось бы видеть Феникса, хоть одного, который будет эту срань всю летающую принимать. Так, здесь собаки зачем-то... Вот, ну, Феникс вернулся. Ну, сталкером пострелять, них надо сверху, здесь пилончик в стенку начинать делать. Собак прогнал. Феникс, да, принимает овера, наконец-таки. Оракул второй полетел, наверное. Здесь уже спорки есть. Лучше бы на мейн даже залететь, наверное. Может быть, даже через самый верх там на мейн залететь. С другой стороны, под спорками тоже двумя оракулами в легкую, может, там пару дроночков укусить. Вот этого зеленого надо вперед выводить, чтобы он дэмэж принимал, да? Ну, здесь и рабов на треть не так уж много. Ну, сейчас их станет больше уже. И Рейнар... О, Рейнар опять куш этот с гидрой делает опасный. Халявный, я бы сказал. Ну, как халявный? Не халявный, но надо исполнить еще. Многие просто и отбиваются от этого куша. Так, хорошо, здесь королева, минус два дрона. Чарж заказан. Опять что-то примерно на первую игру похоже. Опять чарж чуть отстает, но в этот раз он бустится, этот чарж. Активно. Плюс оракулами, я не знаю, спалят ли вообще там халрезер это все дело. Шесть гейтов добавлять, здесь два есть, восемь будет. Камни пробиваются. Ну, призма не нужно спешить лететь, пока чаржа нет. Вообще нафиг, кто не нужен. Кстати, если призма умудрится сейчас залететь... Так, оверсир прям за призмой. Плохо. Так, оракулы полетели. Хату видят прекрасно сейчас. Блин, гидра мимо проходил, вон там гидролиск вылупился. Вот она гидра, улетай, халрезер. Видит гидру, понимает, что происходит. Опять чертов шторм пошел. Опять чертов шторм, а это знаете, что значит? Что, блин, архонов не будет сливать, пока халрезер и газ сюда вложен. Гейты не открыты, две штуки. Здесь призма, правда, отвлекает часть собак. Я бы сказал, значительную часть собак она отвлекает. Так, идет гидра сюда. Вот она заходит. Видит гидру, прекрасно халрезер. Так, отменяет пион. Молодец, гидра уже стенку пошла выбивать там. Нужен давар в зерку, в деслиттер. Так. Нужно ли ждать, пока гейт убьют тебя? Я не знаю. Ну, халрезер подходит. Гидра на халяву одного забрал. Но только одного. Так, нужен оверчар сейчас. Кибернетка упала. Надо кибернетку восстановить. Хотя, с другой стороны, никаких сталкеров халрезеру сейчас и не нужно варпать. Через несколько секунд шторм будет готов. Пока халрезер держится, но... О, попытался забреть Рейна. Гвардиан Шилд вообще не врубается. Только филды. Ну, Гвардиан Шилд ключевой. Вообще, каст при обороне от этих моментов, где сделки зашли. Королеву расковыряли. Но это все пока что смог халрезер сделать в контратаке. Нексус, кстати, четвертый есть у него. Сколько гейтов-то? На мэйне 2 открыто? Да, открыто гейты на мэйне, слава богу. Здесь опять врыв гидралами на вторую базу идет. Штормомячков очень много, да. Хороший оверчаж. Ну, архо. Так, имморталами отогнать надо. Куда гидрали спеть? Идут-то что такое? Пробки прямо в наглую под гидрой. Пошли. Куда они пошли? Халрезик. Ты что уж варишь-то, блин? Гидролингов реально много. Ну, в этот раз шторм есть, шторм будет значительно проще. Тысяча триста минералов. Почему не хватает ресурсов-то постоянно, блин? Сейчас из-за четвертого Нексуса проиграет халрезер на ровном месте. Так, штормники, блин, где-то сзади, короче, просто ошибки какие-то жесткие. Здесь, почему ошибки-то смешные. Так, штормить-то будет еще халрезер? Штормит еще. Нексус тут нахера было сейчас. Ну, стоял он там, но не видел. Тебя пушат. Ну, не видел же он. Ну, зачем ты туда дронов-то переводил? Отбейся, потом переведешь. Ну, нахер. Это надо было. Уверчаж выставляется. Еты падают. Секунду халрезер отменяет их. Штормы не участвуют в бою в очередной раз. Но пока держится халрезер. Ну, 107 на 150 лимит. А, здесь люркерден. Ё-моё. Люркерден как-то печально, на самом деле. Девять люркеров, в которых нечем колорать. А все потому, что вот, блядь, этот Нексус как... Непонятно вообще. Зачем туда дронов было по этих пробок переводить? Все же ведь прекрасно было вообще. Дизелки везде отбивают, вроде как. Кстати, люрой не получилось затирить, что везде здесь пробки напрягают очень сильно. Так, нужен шторм. Раз, пошел шторм. По люре прилетел. Вот тоже чуть-чуть. Ну, не надо на люру вот так вот врываться, мне кажется. Хотя решил халрезер, что ворвется и разберет люру. Джбеллингов, кстати, здесь нет. И иммортлы хорошо с архонами идут наверх. Все под ревелинчиком. Очень неплохо. Ну, какой же сплэш и гидрата как затанчило. Все, потерял нахер, короче. Да, что-то я... Ну, тоже, говорю, сейчас разберет. Ни хрена не разобрал. В итоге здесь у нас, как вы видите, халрезер. Да, ворв тут только зелки. А что они сделают против люркеров? Ничего. Здесь тем более один вообще без ревелейшена. Ахончики сливаются здесь еще. Зелки есть. 103, 141, 4 бат. Так, есть апсервер же. Вот он, висит апсервер. Ну все, тут чем больше люркеров, тем тяжелее продавить. Часть зелков на мэне осталось вообще. Так, что-то халрезер очень резко написал. Припекло маленько. Очень, очень сейфовая игра без бейлингов. Ну, то есть в кавычках, понятное дело. Сейфовая она. Ну, была я против Рейнера. Не будет у нас по ЛЗ, к сожалению. Ну, немножко не хватило. Вот этот момент, как мне кажется, был ключевым. Как мне кажется, был ключевым. То есть перевел пробки, переводил пробки. Рейнер вообще никто не видел. А если бы он видел, его бы атаковал бы он. То есть понятно, что раз никто не атакует, так и пусть он стоит. Зачем-то халрезер повел пробок туда, спарил все. И в итоге туда произошла атака. Зачем-то халрезер. Рейнер. 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 Продолжение следует... 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 Вот хорошо тут Блай собак на рампе принял, я смотрю. 44.66 по лимиту. А Блай что происходит? Блай просто собак побольше настроил сейчас. Ну а что он сделает? Вот эту третью... Третью попытаются сгрызть, но здесь... Да даже если он отменит третью, это ни к чему не... Да он и не отменит, Рейнер тут больше даже собак-то заказывает, по-моему. Блай тут масс Беллингов запиливает. Рейнер принимает вот эту. О, Беллингов сейчас отменят. Сейчас готовы пять всего, четыре из них, два отменилось, короче, в семи. Пять готовы, один сразу взорвался на четыре собаки, но это еще более-менее на четыре собаки взрываться. Так, Бэйны взрывают все, тут Блай идет вперед. Тут можно было собак отступающих попытаться в стейке взорвать. Блай этого не попытался сделать. О, хороший взрыв, там, смотрите, Беллингов был, Беллингов, Беллингов 8 даже хороших. Блай, Беллингов много наклевал собаку. Еще три Беллинга приходят, 47-73, да, смотрите, Блай Апуш, кажется, успешен. То есть он разменялся, рабочих навыпиливал, но это полное улы, надеюсь, уже муталиски пошли. И это, несмотря на то, что кажется он успешным, на самом деле в целом в игре Блай здесь уже выиграть не может, как вы видите. Ну, то есть от Рейнбла я, кстати, золото занял. Ну, то есть чуть бы раньше золото, чуть бы тут было поборона. Спорки, спорки не успел постучить к мульте, вообще не готов 7 дронов Рейнер выпилить. Вроде как по дронам в какой-то момент более-менее было получше, учитывая золото, там, 13 до заказа еще, но спорки ставятся вообще. Ну, Блай, как обычно, до конца гейминг демонстрирует в последнее время, да он все время так действует. Вдруг там что? Вдруг тащит? Я не знаю. Собаки умудряются на мальчик. Блай пробежать, Рейнер тут в порку выпилит, пока дроны эвакуируют, ого, на переходе их тут выпиливают к вам. Главное сбегание делать, 120 на 50 по лимиту, это слишком перебор. Ахата на мейне сейчас упадет, даже королева с транслизами сюда не поспевает прийти. Ну все, вот это сейчас явно перевернусь, мы тут роучим. Ну да, это такая шутка. 2 в 4 еще размен, естественно, идет. Здесь Беллинги мимо Рейнера проходят. ГГ, Блай бил. Ну, пытался, Блай, конечно, здесь вытащить. Ну что же. Надо собраться и тащить. Ведь это финал, ребята. Так, прыгаю в игру. Ну, вижу, обидженный на микрофон тут сидит. Разбаню микрофон-то новый. Точнее, новый старый, починился. Кого-то дропнуло. Так, сетку можно закрыть, в принципе. Ну что, вторая карта Блай Рейнер. Будут ли чизы какие-то, посмотрим. Блай еще тут предпочитает сейчас не играть. Пулы первые почему-то больше сыграют. Может, стандартно как-то. О, аж сейчас? Нет, вроде не пул первый. Хата вроде. Обычный пул пораньше ставит, милочка. Да, поехал, 17-я хата. Ребят, всем приветствуйте. Рекламку надо пильнуть. Про блоки и поддержку помните, естественно. Кому нравятся мои стримы, поддерживайте. Обязательно. Так, ну 16 дронов на майнюблай. Сейчас газ пул делается. У Рейнера вообще без газовый опенинг и третий ранее. О, интересно. Бой сам такие билды любят играть. Но умеет ли он их контрить? Поймет ли он вообще-то происходит? Сейчас из-за контрителя билд. Рейнера. Тебя разбанить? Нет, я тебя могу забанить. Разбанить еще. Сиди забаненный. Сиди, точнее, просто, ну, без изменений статуса пока. Переводится. Дронов у Блая четыре штуки вниз. На близне минералы Блая дронов даже стал разводить. Ничего себе. Да Блая апгрейдживается вообще. И еще как. Здесь смотрю. Делают с королевой дронов, делает Блая дронов, делает Рейнер. Блая скоро сделает с третьих от пока нет. Понял ли Блая овером, что происходит. Нет, пока ничего не понимает. Он только хату вторую спалил. Да, и третью сам ставит. Рейнер прямо сюда летит. Тайминг хочет понять. Так, призовые будут. Какие призовые? Сиди вообще не брюзжи, а то там на каникулах еще наркотики употреблять начнешь. К осени отдадут, как в школе учиться будут. Ладно. Все, не будем отвлекаться, ребят. Выпиливает Блая овера Рейнеру. Хорошая работа. И лэйр попер. Лэйр ранний достаточно. То есть Блая понял, что здесь третья, да? Да, Блая видел третью, прекрасно. Так, собаки есть с мум. У Рейнера ровуч в урон, у Рейнера стенка. Ну, хороший тайминг мутки может здесь исполнить легко. О, как бы очень Блая сейчас дронов он скроет. Все, контролем пока. Брэйнер больше рабочих. Ну, Блай нагоняет по чуть-чуть. Сейчас уже лэйр будет готов. И на шпиль. И на шпиле ресурсы есть вообще. Так, попытка сгрызть королеву идет. Сгрызет, сгиблазь. Сгрызет, сгрызет. Чуть-чуть. Кусают собаки. По одной, но кусают. Кинут королеву здесь заблочен. Ну, нормальный размен там несколько собак на королеву, в принципе. Яндек, Марк, не давай, милки, денег. Это крафт российского Старкрафта. Весь проект вообще, ну, насмарку, короче. Так, Роучворон Блаз ставит, шпиль делает. Парабам на 10. Стоит, правда, сейчас на 6 нагонит, на 8 даже. Нужно гаст на второй. Ну, Блай муту-то, наверное, не собирается мастить прям до конца. Но вот если ты с муты собираешься делать свич роучей, какого черта нету эволюши, и вот такая же штука не делается у Блая, я не понимаю. Подставание по обгрейду будет серьезное. Так, видишь, Баки-саки? Вот тебе и подержок зашел. На черепашку. Ну, озвучка от Талтиничка. Раз. Раз. Так, хватает покусать. Хорошая бласть, собака какая активная, дрону зажрала здесь. Мута прилетает, спорки нету, Блай, врывайся, братёнь, королева одна всё, спорки нету. Наказывай, шатай, аннигилируй, унижай. Гидра заказана, здесь гидраль, скоро Блай полетел-то, ё-моё. Видите, роучи, ё-моё, чё рабочих не пошатал? Хотя роучи далеко пошли. Ну, Блай говорит, что не, братаны, осадил их немножечко. Здесь Блай изи отбился, и плюс один тоже делает вроде как. Ещё один роуч заблудший в печали по своим братьям пошёл, отдался. Поверов там Рейнор пытается разводить, разводит. Ну и лимита у Рейнора больше, что меня поражает. Как так-то вообще? Разве это деньги? Ну, слушай. Я не знаю, сколько там, как бы, ну, у меня за сегодня 463 рубля аж целых на канале заработка. Я так говорю. Скоро вскую будешь, если чё. Ну, ты богатый, заходи теперь, ну, заходи в гости там. Про то, что я говорил, будем вместе тестировать. Он, главное, маме не рассказывает. Ладно, короче, всё, шутить больше не урод, он кто-нибудь серьёзно будет воспринимать. 165, 154. Офигеть, сколько реводзеров просто у Блая здесь много. Четвёртый у него хата есть, надо на рампе подраться нормально. Опа, овер летит, минус овер. Куда ты летишь? Овер, овер, овер. Так, здесь Блай шатает, Рейнор оверов сапплай блок делает. Рейнор смещается на камне, а Блай вообще не видит, пока муту законтролирует. Вот, Блай, ты чё творишь-то? Вот же камни падают. Вот, иди позицию занимай, шатай. Занимает Блай. Фаерболить надо вот эту гидру. Всё, так, успевает, успевает. Молодец, да, фаерболь. Мутка ещё 10 оверов позабирала несколько штук. У Рейнора люркерден делается, что Блай не успевает позицию занять, когда Рейнор до сюда смещается, сейчас как-то непонятно. Ну, по лимиту в плюс. Так, гидроден, люркердена нет, Рейнор заходит. Сейчас у Рейнора плюс два будет. Ой, Блай вообще, посмотрите, что Блай делает сейчас? А, ну он мутый летает, контроль. Эти реводжеры сейчас в тылу стоят? У-у-у-у. Да, Блай его даёт вообще. Ну как так можно? Так, ещё равагеры добавляются. Нужны фаерболы. Фаерболы пошли как-то так. Блай в размен идёт? Ну да, идёт в размен. 7 муталисков. Плётки. Где у него плётки-то? А где плётки-то, Блай? На мэне уже? А чё на мэне-то? Блин, третья не нужна, что ли? Я чё-то не понимаю. Всё, размен попёр. А, ну Блай решил, типа, сейчас... Ну надо на мэне-то, а вот здесь было дело? Чё Блай творить-то вообще? Не понимаю. То есть криво всё, Блай, непонятно вообще. Если нас честно... Роучвор он сразу же, Блай, отменяет. 9 плёток делает. Плётки не на позиции. Когда Рейнер зайдёт наверх, 9 плёток никакого урона практически ему не нанесут. Вот в чём проблема-то вся. Гидралисков 17 штук их не выпилить вообще будет. Муталиском таким количеством, Блай, ты чё творишь-то? Ну это проигрыш, это ва-ля-бла, скорее всего. Да ну что, Блай... Ну, размен будет, но лоб в лоб-то потом Блай не сможешь с этим драться нормально. Так, плётки атакуют. Прикиньте, вот они здесь бы были. Они бы так бы здесь на рампе натыкали бы, блин. А так-то что? Ну, убил несколько Роуч. А дальше что вообще? Так, ну Рейнер стая поставил прокси хату, Блай нашёл... И нашёл Блаевскую прокси. Сразу туда юнитов повёл несколько штук. Кстати, Блай их может изи выпилить здесь. Так, чё Блай делает, я не понял. Блай вообще не контролит армию. Вот как можно в размене не законтроливать основную армию, собственно. А, ну потому что Блай, кстати... А, муталисков 15, ну таким количеством мутки уже выпиливать. Может, главное люру выпилить. Обнаружения-то нет на люру здесь. Копает Рейнер здесь люркера. Одного-единственного. Вот, Блай дронов пытается вы что-то здесь. У Блай есть хата ещё? Да, есть хата. Сверху Рейнера хату тоже нашёл. Здесь выпилил все абсолютно здания. У Рейнера ноль рабочих, а у Блая рабочий есть. Ну всё, хату кусает. Кстати, это последняя хата Рейнера, ребят. Кажется, Блай в размен победил, красавец. Всё-таки опыт размена решает. Чё-то, блин, темно, ребят. Кстати, чиних хера не видно мне. Тучи там какие-то налетели. Так, Рейнер идёт сюда хату в попытке отменить Блая. Но у Блая это есть ещё хата. У Рейнера два дрона. Где они вообще? Вот они. А, это с хаты отстроились? И чуметь просто. А как так-то? Мутовый шат, ядру выхлёстывать надо пока по очереди ходят. Рейнер не успел хату запилить вообще. Я даже не заметил, как там дрона шли. Блай побеждает. Ну, я так как посмотрю, Блай в таких разменах уже на гигантском опыте просто. И это приятно смотреть, потому что мне в ПВП волей всегда... Тут мои стримы помнят и в ПВП записи есть наверняка. Мне всегда нравилось играть в размен. Но там нужен определённый опыт, как бы, и нужно грамотно всё делать. Вот. Даже я помню был момент, я думал, кто-то даже помнит, как последней пулькой с нулём лимиты там я выигрывал. В одной игре такая была. Типа, остался один сталкер. Там пилон за дэмэджем был, пока он регенится иначе. Я пришёл, три выстрела в него, пилон падает. Я выигрываю и сталкера убивают. С 0 лимита, как бы, осталось в итоге. Прикольно было, короче, тогда. Так, прыгаю в игру. Прикольно было. Но Ocean. Вinvestе. Нет, поискну. Настя, возьмём я пять. になрмаferём какой-то перегор bar, Все же врахованы предоставления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Блай плёточку делает... Посмотрите... Он побаивается, что... Рейнер будет агрессивно играть... А, это, кстати, подстройка ведь под Блая... Блай на этой харте, кстати, очень предсказуем... Он всегда играет 3х... Третью ранее вообще Перекапывает сплетка Да если бластинку Успеть здесь делать Опа, собаки на скорости Рейнер отогнал королевой Блай видит собак Но другую пачку-то он не видел Вот-вот-вот видит Уходи, стенку ставь, Блай, дружище Ты че творишь-то? Стенка поперла, конечно Королевы в рампу Сюда в стенку, плетка есть и все Купа в рядке Просто прекрасно Извините, что с акцентом? Извините, что по-английски Ладно Камни будет грызть Да что толку? Грызи ты хоть Камни хочешь Королевой тыкай Ё-моё, ну что Блай стоит-то? Я не понял, не видишь что ли Что камни Рейнер Так он прогрызет сейчас камни Самое главное-то И че Блай делает? Роучвор он Блай делает? Сейчас Я Блай так ступаю Сейчас когда Рейнер прогрызет камни Вот вторую королеву Приди сюда Чем Блай отбиваться-то будет? Смотрите, двору учню А камни падают стремительно Треть хп осталось уже Королеву не успеют выпилить сверху рабочих всех Собак всех Все, падают камни Заходит Рейнер И все, роучи в рампу встать не успевать Что за ошибки, а? Все прекрасно просто было Так, ну тут, наверное, Рейнер слишком много-то не навыпиливает Но все равно Так, собаки подходят Рейнер пытается уйти Не надо с мейна гада выпускать отсюда Топлинно выпиливает там еще Два дрона Блай потерял на самом деле Я переживал Блай слишком Ну зачем проблем это себе создавать На ровном месте Видно же, что камень Понятно, что он начал грызть камни У тебя нет юнитов Можно предположить, что попытается оппонент изгрызть Королевой было три Подведи вторую сразу сюда Закажи одну плетку на всякий случай Потом отменишь, если он убежит от камней Все И проблем этих меньше будет Да даже в конце концов Ну плетку перекапывать отсюда смысла не было Сюда бы сразу перебежал, бы Рейнер Это опасность очень большая была Так, собаки без скорости Блай бегут вперед У Рейнера, кстати, ни хрена нет вообще Чтоб их встретить, только пять роучей в заказе Что-нибудь третья ха По рабочим Блай впереди на один штук У Блай Лэйра здесь почти готова Здесь тук-тук заказано Опять тайминг шпиля может зайти неплохо Ну вот Блай опять проморгал врызк, короче говоря Здесь лингов Так, вот у Г-1, но он только газ добывает Четвертый уже ставит, что-то наглее было Я вообще прям Газ Газ наобратно забыл рабочих направить Нет, мне шпиль Не шпиль, роучем скоро вся Блай И шпиль тоже, да И девять роучей Блай заказано Ну, кстати, можно действительно сейчас накопить Нормальное количество роучей, проатаковать Да, флектарнов правильно пишет Именно так Извините, что транслитом говорю, ребятка Ну, тут что поделаешь Привет, enslaved gaming Enslaved Как-то так Всем здорово, да Шпиль у Блайа ставится Ну, все, готов у Блая шпиль Кстати, получается Он сможет 8 муталисков сейчас заказать резко А ведь нету здесь никаких спорок Ничего нет Уверсир летает Надо его выпилить его сейчас Уверсира нахрен У Блай Вот, смотрите Вот, просто вот Меня поражает Блай А, блин, извините Беру свои слова обратно Я уже Блая захаять хотел Я думаю, все полезно Как бы В плане противоположного Да, то есть Кого ха, тот выигрывает Вот Думал, что у Блая грейдов Нет, у него вторая атака уже заказана Здесь можно из двух эволюшную делать Кстати Смотрите Оверсир сбит до того момента Как мута вылетела вообще Нет, тебе ХОТС Не надо покупать БУПКГО Лот Лот Для лот Вот только лот Слушай, короче Ублай Все замечательно По лимиту Плюс И мута Роу Щешатать Здесь собак Несколько Забежали Блай тут Роу Очень отпускает Знаете Даже мать Блай Сразу выдвигается Вперед Своими рачами Там Три инфестра Заказано У Рейнера Но Блай Все прекрасно Он идет уже Вперед И Сейчас Выколит Эт четвертую И все остальное Он тоже Выколит Вот инфестра Блай Видит Кстати говоря Попер Микос Файрбол И в молоко Вот прошли Ублай Дерется Часть Роу Щеската Часть Чехен Пойми С чем Дерется 170 на 130 ГГ Рейнер Пишет 2-1 Глайн Ну тут Это уверенная Игра Глайн На самом деле Не врач На Урсадона Прикольная Тема Если ты думаешь Что он будет Как в компании Зазергов Как там На корабле Разрывать Всех То нет Он так Не будет Разрывать Ублай 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 Продолжение следует... 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 Пошел, да, стенку делает И в собаки забежали Четыре королевы у Блая есть Понимаете, Роуч Ворона-то у Блая нет Я бы на месте Блая глухую стенку сделал Не с Эволюшиным бы вообще Потому что сейчас Беллинги взорвут И будет печаль Блая скоро сделает, с Роуч Вороном делается По рабочим Блая, конечно, в абсолютном плюсе У Рейнера Беллингов много и собаки А Эволюшиным-то еще не готов То есть не затрансфюзить его нифига вообще Блая предпочитает создать из королев Стенку глухую здесь Так, упал Эволюшн Собак, брось бой, Блай, что ты творишь-то Собак, бросай бой, трансфюзы нужны Пошли трансфюзы Собак, Блай, бой, не бросай Беллинг один, кстати, надо выпилить его Ну все, если Блай отобьется, это победа для Блая На самом деле Пытается, здесь Беллингов отменяет Хорош, время тянет, Рейнер Не может что делать И Роуч Ворон есть, Роуч первый заказан Опа, собаками в размены Это хорошая идея, но Здесь-то сможет держать опять прессинг Королеву трансфюзит, красавчик, Блай Трансфюзит, Рейнер Четыре-пять Роуч в заказе Здесь собаки в контратаку Великолепно просто заходят Блайовские Зайдут, почему, где контроль Собак, заводи, Блайчик, что творишь-то ты Собак не заводят, только сейчас бросают вверх Но если сейчас Блай на одном Беллинге всех собак сольет То я имел ввиду здесь Но Блай не сольет здесь Ни хрена, Беллинга наоборот расконтролил Гэп еще, трейнер Уверенно Круто 3-1 Малорик, чё, как говорится Ой-ой-ой Надо стоп-старт делать без задержки Сейчас вернусь Так, а где у нас тут, что у нас Все, сейчас вернусь, ребят, гейте Поставлю нулевую задержку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...